Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в тридцатом уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент gridbox. Сегодня у нас будет интересный урок. Итак, сегодня у нас обновился компонент gridbox. Вот сейчас я нахожусь на официальном сайте и мы можем видеть список изменений. Версия теперь 1.2.4 и обновлено 23. Как раз сегодня 23. Самое здесь важное и классное здесь добавлен новый плагин Lightbox. В этом уроке рассмотрим его. Ну и здесь мелкие исправления и улучшения. Давайте посмотрим, что происходит. Смотрите, во-первых, здесь есть некоторые проблемы в браузере Opera. Все, кто пользуется браузером Opera, вот у меня лично не получилось даже включить данный плагин, поэтому я буду показывать на другом браузере, на хроме. То есть именно в Opera есть проблемки небольшие, сейчас я вам о них расскажу. Во-первых, когда вы перейдете в админку своего сайта, перейдете к компоненту gridbox. Всегда, когда будет он обновляться, вот здесь вы видите, выскакивает такое сообщение, что вы можете обновиться новая версия. Вот смотрите, если мы сейчас посмотрим, какая у нас текущая версия, мы здесь внизу видим 1.2.3. Давайте сейчас обновимся. Я нажимаю на кнопку update, обновиться. Выскакивает сообщение, мы ждем, когда у нас все обновится. Когда у нас выскакивает надпись gridbox is applied now, значит все обновилось, нажимаем на кнопку close. Давайте в этом убедимся, нажмем на кнопку about опять, и мы видим версия 1.2.4. Ну и давайте смотреть новшества. Во-первых, смотрите, если мы перейдем сейчас на какую-нибудь страницу в режиме редактирования, что у нас происходит? Во-первых, у нас сменилась кнопка добавления новой секции. Смотрите, она теперь у нас такая красненькая с плюсиком в левом нижнем углу. Она у нас внизу зафиксирована, и нам больше не придется постоянно бегать вот сюда в header, layout. Если у нас здесь задано absolute или fixed, вы помните, наша кнопка секции, она пряталась за блоки, и нам невозможно было на нее нажать, вызовав новую секцию, пока у нас не будет здесь выбран default. Эту проблему решили. Теперь кнопка новой секции всегда доступна. Я нажимаю, и мы видим привычное для нас окно. Также после обновления рекомендуется почистить кэш джумлы и очистить куки браузера, потому что может быть вот такие вот моменты. Смотрите, вот сюда, видите, плюсик. Это и есть та кнопка новой секции. Она расположена не пойми где, ее практически не видно. Это, возможно, связано из того, что не почищены куки у джумлы кэш. То есть это сейчас другой сайт показываю. Давайте посмотрим, получится ли сейчас в опере добавить этот новый плагин. В принципе, смотрите, я нажимаю плюс, например, секция, нажимаю плюс, и нам нужно этот плагин добавить из магазина. нажимаю, и вот так вот он выглядит. Называется он Lightbox. Итак, я его добавил в общую библиотеку плагинов и кликаю по нему. Да, сейчас у меня сработало все. Здесь у меня куки почищены, все получилось. То есть в опере, в принципе, можно работать. Надо, значит, будет почистить куки, если у вас вот это окно не всплывет. Здесь ничего сложного нет, практически то же самое. Мы сейчас в режиме редактирования. Видим, как это окно всплыло. Общие настройки для всплывающего окна находятся вот здесь вот, по карандашку у этого всего контейнера. Давайте зайдем, посмотрим. Смотрите, здесь у нас все то же самое. Background, Border, Padding и Custom KSL. Здесь только лишь новая опция. Наверху Options. Как раз таки это все настройки для нашего всплывающего окна. Не пропустите мои топовые продукты по джумла. Первое, что мы можем выбрать, это Lightbox или вот такой вот вариант, когда окно может всплывать где-то в углу. Это выбирается ниже справа, например, сейчас слева. Top Right наверху справа или Top Left наверху слева. Это вот таким вот образом. То есть вы выбираете вот здесь либо вот такое окно, либо Lightbox. Оно будет всегда посередине. Экран будет затемняться. Как он будет затемняться зависит от того, какой вы выберете его здесь цвет. Точнее, вот это выбор цвета. Это Close Button. Это крестик закрыть. Какого цвета ей быть. А вот чуть ниже Background Overlay как раз таки отвечает. Вот сейчас вы видите, я вожу мышкой, как будет затемняться ваш фон, когда появляется всплывающее окно, оцентрованное посередине. Давайте, в принципе, так и оставим. Дальше смотрите, вот эта ширина нашего окна. Например, я делаю побольше, оно становится шире. Дальше, если мы просто зайдем в Background, мы можем здесь, вы видите, сделать во всю ширину всплывающее окно, во всю высоту всплывающее окно. Ну, тут все то же самое. Эти настройки для вас знакомы. Возвращаемся в опции. Продолжаем изучать. Самая интересная настройка здесь, это вот этот вот триггер. Смотрите, первое. Если выбрана первая опция из этого списка, значит это через какое время появляться всплывающему окну. То есть, не обязательно Lightbox, да? Вы можете выбрать вот этот вариант. То есть, для него играют те же опции. Мы выбрали с вами Lightbox. Если мы выбираем здесь первый вариант, то ниже мы настраиваем через сколько миллисекунд автоматически всплывет окно. Я думаю, это понятно. А дальше, смотрите, Scrolling. Значит, когда человек прокручивает вашу страницу, на каком проценте прокрутки страницы появится окно. То есть, по умолчанию ставит 50. То есть, когда, грубо говоря, до половины ваш лендинг будет прокручен. То есть, он читает информацию, прокручивает, дошел до половины и перед ним всплывающее окно. То есть, только в этом случае будет всплывать окно. То есть, здесь уже под ваши стратегические нужды. Как лучше это сделать? Дальше. Вот это вот вариант. Это когда человек прокрутит страницу до самого конца. То есть, когда ползуночек коснется низа, браузера, только тогда появится всплывающее окно. И один из крутых вариантов, самый последний, когда человек пытается покинуть страницу. Он уводит мышку с вашего сайта и пытается закрыть страницу. То есть, он только уведет мышь за пределы экрана вашего сайта, наведет на вкладку, не успеет нажать на закрыть, как всплывет перед ним окно с каким-то вашим интригующим предложением. Давайте этот вариант и протестируем. Дальше. Опция. Смотрите. Сессия. Если мы ставим здесь галочку, то есть, как показывать это окно. То есть, если человек зашел к вам один раз на сайт, один раз в день, чтобы только один раз показалось это окно человеку, то вы вставляете здесь галочку и вот здесь ставите один. То есть, ниже. То есть, одному человеку один раз покажется. Если вы здесь прибавите, то покажется один раз в два дня. Просто, если вот эту галочку не задать, то каждый раз, когда один и тот же человек будет заходить к вам на сайт, например он вам может зайти раз например там 10 в течение дня на сайт ну там что-то выбирает сравнивают может зайти неважно какая причина и 10 раз ему будет назойливо вот это окно всплывать то есть я думаю что здесь нужно поставить галочку и выставить там например 7 дней вот здесь это что касается настроек всплывающего окна дальше когда вы нажали сейф чтобы вызвать данное всплывающее окно вот здесь у нас будет в режиме редактирования такая подложка lightbox здесь рядом есть такая корзинка если кликнуть на корзинку всплывающее окно с настройками будет удалено чтобы вызвать наш lightbox для последующего редактирования мы нажимаем вот на это слово lightbox и уже здесь все что угодно можно видео background повесить как-то залить картинкой или цветом просто залить например да вот так вот я сделаю для примера дальше смотрите а сюда можно поместить также любой плагин картинку всплывающую форму кнопку текст все что угодно я сейчас для примера просто повешу картиночку вот сейчас вы видите я картинку разместил также паддинги все можно отступить все что не нужно здесь уже не объясняю потому что здесь аналогичным образом все у нас меняется теперь давайте все-таки протестируем как у нас она все работает нажимаем на галочку сохранить увожу мышку вы видите окно сработал и закрываем обратите внимание то что я делал это окно именно на странице меню то есть на главной странице это не сработает если вам нужно на всех страницах lightbox вам нужно пройти в каждую страницу и продублировать данные lightbox также тестировал я до нескольких окон разные вариации на одной странице все работает никаких конфликтов не обнаружил вот такой вот крутое обновление у нас сегодня вышло вот я сейчас пробую удалить жму на корзинку apple все всплывающее окно удалено надеюсь урок был вам полезен надеюсь он вам очень поможет ваших нуждах и создание лендингов на мобильных устройствах это окно должно работать обязательно почистите куки и кэш самого браузера если вы не знаете как я вам покажу вот здесь вот конечно если вы кэш не включили у сайта возможно чистить не придется вот здесь вот есть очистить ваш кэш ведь у меня ничего нет кэшами не включен почистить надо значит будет гуки браузер если что-то не работает на этом уроке заканчиваю подписывайтесь пожалуйста на канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые крутые выпуски ставьте пожалуйста палец вверх если это видео было вам интересным делитесь данным видео друзьями и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а